Добрый день! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, как справиться с постоянной раздражительностью. — Вот здесь мы приходим к вопросу, который постоянно слышит священник на исповеди, когда люди приходят и говорят, я не могу, я не могу что-то сделать, я не могу бросить курить, я не могу бросить то-то, я не могу перестать раздражаться. — К сожалению, в духовном мире нет слова «не могу», есть слово «плохо хочу». Если поставить себя в условие, когда человеку нет выбора, то «не могу» превращается в «могу». Так вот, есть такое, что такое раздражение, ярость, гнев, да? Значит, каждый гневающий на ближнего своего есть уже человек-убийца, да? Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, и всякую злобу, да вот, говорит, удалены от нас. Потому что, на самом деле, гневающий на ближнего своего есть уже человек-убийца. Но как бороться? Вопрос так и звучит, да, как бороться? Если человек находится среди ближних своих, он не борется с этим явлением. Представьте себя в другой немножко ситуации. Пришли к вам гости, ну, приехал к вам Владимир Владимирович Путин. И в этих условиях ваши раздражающие вас дети делают то же самое, что и раньше. Вы при Владимир Владимировиче будете раздражаться? Нет? А что изменилось? Ничего. Хорошо, другую ситуацию берем. Приходит немец с автоматом, патрон в патроник, ствол к голове. Ну-ка раздражайся. Раздражение есть? Нет. Когда мы ставим себя в условии невозможности совершения греха, наступает состояние. Могу. Ну, не обязательно же ставить себя на край пропасти постоянно. Не обязательно Владимир Владимирович приглашать себя в гости для того, чтобы понять и внутри себя устроить одно состояние. Я могу, но я только плохо хочу. Когда человек по-настоящему захочет, он может бороться с любым своим агрегатным состоянием. Алкоголь, табак, раздражение, гнев, обида. Только представьте себе хоть раз, что человек, на которого вы сегодня обижаетесь, завтра возьмет и умрет. Вся ваша обида пройдет. И зачем сегодня выяснять человеку отношения, если завтра об этом надо жалеть? Поэтому перестаньте пользоваться словом «могу» и все ваши вопросы духовные на 8% решаться самостоятельно. Аминь.